Приветствую зрителей на канале, с вами Смайлс и киноочереди. Очередная серия по колоботу и решил показать еще одну вещь, над которой я работал и столкнулся с очередной проблемой. Может кто-нибудь знает, как ее решить. В общем, полностью автоматизированное прохождение. Я уже говорил об этом в предыдущем ролике. В качестве фильма я решил добавить туда камеры. Но в качестве камер, чтобы они не шумели, можно использовать только людей. Без читов, с читами можно еще использовать техника, но я все-таки не хочу использовать читы. Поэтому все боты, они шумят, еще к тому же мигают. А здесь эта проблема решается путем добавления астронавтов на карту. И возможно между ними переключаться. Их можно сделать невидимыми, это не так сложно. Но проблема в другом, что в третьей мессии, где нужно будет взлететь, если хоть один астронавт находится вне корабля, это значит, что корабль никогда не взлетит. Если их уничтожать, то экран становится белым, и сам взлет просто не видно. Можно, конечно, всех астронавтов загнать на корабль, чтобы они туда все пошли к определенному моменту. Но это тоже не совсем решение. Мне хотелось, чтобы они оставались на своих местах. Ну, в общем, сейчас объясню, что будет происходить. Собственно, самим астронавтом мы не управляем. У нас есть две камеры на данный момент. В принципе, их можно добавить сколько угодно. Ну, а я поставил всего две. Вторая находится вот здесь. И можно между ними безболезненно переключаться, они следят за ним. Можно, конечно, и руками их двигать, и они тогда отключаются. Но это не совсем то решение. Здесь тоже две камеры. Она находится, где стартовая площадка недалеко от нее, вторая находится где-то вот здесь. Кстати, когда я программировал астронавта, столкнулся с одной вещью. Он может летать. При помощи команды GoTo он летает. Несмотря на то, что нет никаких исследований, и кнопка Shift здесь не работает для подъема. Но при этом здесь он без проблем летает, поэтому пришлось ограничить ему дополнительно высоту полета до нуля целых одной десятой, потому что при нуле он также взлетает. То есть для него это как бы значение по умолчанию. По сути, вот таким образом игра сама себе теперь проходит. Но проблема в том, что начиная уже с этой миссии возникает проблема с данным способом, потому что создать камеры уже не получается. Поэтому здесь я оставил их как действующих лиц. То есть они сами по себе у нас работают. И я старался здесь наоборот по максимуму использовать все технологии, все объекты, как они предназначены. То есть после обновления и добавления билдер-бота это все также будет работать. Единственное, что билдер-боту придется добавлять действия астронавта, а ему оставить только переноску объектов. Также дополнительно записал спидраны на отдельные планеты. Но я их пока не выкладывал. Я посмотрел, что сейчас повально начали записывать спидраны. Почему-то именно по этой игре я не знаю, с чем это связано. Может, после того, как я записал спидран с использованием Delete и Produce. И они сделали дополнительную вещь, чтобы помогать ботам вылазить отсюда. Они взрывают эту станцию и, в принципе, делаются постоянно. Так, астронавты у нас ждут на борту. Все, они готовы. Кстати, вот этот бот, он не нужен здесь, хоть его по условию требуют. На самом деле он здесь не нужен. Игра проверяет наличие только колесного сборщика, хотя по условию, то есть по самому заданию, его вроде тоже как надо использовать. Совсем не знаю, с чем это связано, но даже в оригинале была точно такая же ситуация. Да, кстати, программируя астронавта, возникают тоже определенные проблемы, потому что подойти к этому объекту, он не знает, что это такое. Он пытается встать именно на эту вещь, поэтому ему приходится прописывать конкретные точки. В общем, это не совсем прям не слепое прохождение. Здесь все делается именно... Ну, то есть определенный подбор, он все-таки существует. Ну, ладно, отвлеклись немного. Сейчас возвращаемся к этой миссии. И в прошлый раз у меня здесь была проблема. Проблема заключалась в том, что некоторые боты у меня все-таки застревали. Поэтому я сейчас ее решу, подправлю и проверю заодно, как программа будет действовать, когда бот всего лишь один. Итак, я обратил внимание на то, что в данной программе функция Save, она рассчитана на то, что у нас есть водоемы, а на данной локации их просто нет. Поэтому имеет смысл просто найти ближайшего муравья и отъехать от него. Все, больше ничего не нужно. То есть миссия, не миссия, а данная функция станет еще проще. То есть это единственное, что нужно будет оставить. Находим Ближайшего муравья. Это будет Save Ground. Можно будет ее сделать, где у нас только земля. Кстати, здесь тогда сразу нужно будет ее поменять. Так, Save Ground. Это будет база для земельных. И здесь, соответственно, нам не нужно время на расчеты. Можно, в принципе, сделать ему 8. То есть он может достаточно сильно перегреться. Так, находим муравья. После этого нам нужно будет повернуться в его направлении, чтобы в следующий раз его атаковать. И после этого нужно будет двигаться назад. Не так быстро. То есть хватит и 0,3, чтобы мы постепенно просто от него отъезжали. Можно, в принципе, вообще остаться. Но лучше подстраховаться. Мало ли, он нас заметит и начнет вести огонь по нам. И также начнем снижаться. Тоже не так быстро. И после этого, в принципе, можно даже не проверять, приземлился он или нет. Мы будем снижаться, тратить немного батарею до тех пор, пока мы не нагреемся. Максимально просто. Не будем ничего усложнять. И вот здесь еще одна проблема. Он может идти на свободное пространство, так же, как и в сейф. Он изначально это делал. Здесь я все-таки сделаю несколько иначе. То есть пойду я уже не на пустое пространство, а непосредственно пойду к кораблю. На сам корабль я загружаться не буду. В этом нет необходимости. Будем искать место рядом с кораблем. Так, все, в принципе. Ну и запускаемся. Так. Стоп, 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 стоп. Так, в каком боте я это делал? Программу же надо сохранить. 5.1. Придется перезапускаться. Программу сделали только... То есть поменяли программу только в летающем боте, а... сделали... оставили ее только в этом. Так, найдем одного и протестируем, как в нем это работает. Так, все. Нет, стоп, стоп. Все, летим на корабль. Я его немножко сдвинул, надеюсь, это не помешает. Заодно проверим, как у нас будет действовать всего лишь один бот. Все-таки выбрался. Так, это можно ускорить. Так, ну что. Посмотрим, что получилось. Отлично. Так, вот он отъезжает как раз и снижается. И делает он до тех пор, пока мы не станем нормальными. Здесь нет воды, здесь нет смысла страховаться. Отлично. Отлично. По сути, это все можно ускорить. Отстреливать именно тех муравьев, которые находятся в непосредственной близости. Ну, не совсем близко к боту. Боту, который ездит на колесах. Вот к нему можно будет спустись пониже. Сейчас разобьешься. Так, рядом есть. Так, хватит слетать. Так, он все закончил. Да, он закончил, только он в итоге не полетел к кораблю. Странно. Ну, в целом, здесь уже можно это уже не смотреть. То есть, он уже это сделает. В любом случае. То есть, все-таки программа отработала. И она в одиночку справилась с этим всем. Да, концовка почему-то у него не прошла. Так, теперь посмотрим, будет ли он являться помехой. Нет, в принципе, бот его спокойно здесь объедет. Поэтому я не стал убирать у него эту часть, которая будет объезжать так же и вот этих ботов. Так, ну что, я думаю, нет смысла задерживаться. Переходим к следующей миссии. Отбейте атаку гигантских муравьев. Уничтожьте в этом регионе все враждебно настроенные существа. Нас очень интересует ваше текущее положение. Спутник заметил огромные силы врага, приближающиеся к вашему кораблю со всех сторон. Действуйте так, как следует действовать в подобных ситуациях, используйте самую эффективную оборону, защитные башни или стрелков. Чтобы увеличить ваши шансы на выживание, мы разработали программу, которая будет защищать ваш западный фланг, если вы запустите ее на своем колесном стрелке. Просмотрите страницу программы. Новая программа. Есть что разобрать. Так, у нас снова Саарии, Слорот, Азот. Ну, я не знаю, смысл задерживаться вообще на планетах, на которых, в принципе, уже понятно, что нет никакой жизни. Можно сразу улетать, строить радар и все. Самое интересное, что на этой планете мы даже не оставим радар. Что у нас здесь происходит? Она создает переменную, дальше идет в конкретную точку, то есть программа слепая, частично, целится прямо, хотя изначально. Ну, в принципе, если мы активируем бота, когда мы тянемся к программе, то aim, он у нас искривляется. И бесконечно будем искать муравьев. Если нашли, поворачиваемся в их сторону и стреляем почему-то 0.5, если можно 0.1 сделать. После этого ждем секунду. Вот здесь можно единицу поставить, но нам предлагают здесь построить башню, с одной стороны, а бот будет защищать другой фланг. Но я предлагаю из этого бота сделать защитную башню, которая будет перемещаться и защищать полностью этот корабль. И в данном случае здесь возникнет кое-какая проблема. Как бы оставить, чтобы муравьи нас тут не подстрелили. Берем этот бок. Это можно вот так вообще сделать. В чем проблема? Справиться в данной миссии с одним ботом или этим или этим не получится. Поэтому нам нужно будет впихивать одну программу двух ботов. Можно, конечно, впихнуть разную, но я поставил свою цель, что одна программа на уровень. И в данном случае нам нужно будет учитывать один момент. по краям у нас есть достаточно муравьев, которые сами по себе бродят. Вот они. Некоторые наступают, но есть те, которые являются бэкграундом. Это шесть муравьев, которые просто гуляют по округе. И в этой миссии нужно также будет их уничтожить. Этот бот он просто не доедет для них из-за полнистой местности, к тому же он просто растратил всю батарею в ноль. В общем, это будет то еще занятие, поэтому нам придется строить летающего стрелка и публичную функцию в данном случае использовать просто не получится. Почему так? Потому что у нас одна программа будет в нескольких ботах одновременно. Это значит, что публичная функция не должна иметь одинаковое название, поэтому этот момент придется обходить. Поэтому придется создавать отдельный файл с программой, который нужно будет помещать в бота, который будет вести охоту. Этот будет у нас строить базу, в принципе, нужно будет с небольшими правками использовать программу, которая у нас уже есть. А вот здесь будет совершенно другой алгоритм и в дальнейшем его можно будет также использовать, потому что миссий, где на нас будут нападать, будет в принципе предостаточно. Так, ну что, в принципе, заново. И сразу же начнем делать программу. миссия 5.2 и сейчас будем писать алгоритм, в котором и будет заключаться основа. Я уже делал его в свое время, но самое забавное, что весь этот алгоритм поиска ближайшего к кораблю муравья, который я сейчас буду писать, он уже есть в самой простой функции, вот в этой. Так, вот в этой функции, которая позволяет что-то я не понимаю. Ее что, нет здесь? а, ну, видимо, это я уже так сделал, криво. А, вот, стала работать. она позволяет искать какой-то объект, расположенный близко. Я в свое время прописывал целый алгоритм, который в данном случае просто не нужен. Эта функция сама все делает. Итак, в чем заключается задача? Нужно будет найти ближайшего к кораблю муравья и встать на его пути. Примерно в 25 метрах, то есть, если съехать с корабля, будет примерно 25 метров от корабля. Именно от центра. И найти точку, которая находится на пути. Они все двигаются в сторону корабля, поэтому они в любом случае будут двигаться и в нашу сторону. Мы, соответственно, их только дождемся и выстрелим. На нас пойдет примерно около 14 муравьев, поэтому нужно будет экономить энергию. Поэтому мы не будем двигаться до тех пор, вот мы займем эту позицию, мы не будем двигаться до тех пор, пока муравей не подползет к нам. То есть, даже поворачиваться в его сторону не будем, мало ли, он начнет сворачивать, а мы его будем тратить батарею. Также они идут толпами, поэтому может возникнуть такая ситуация, что два муравья ползут, соответственно, две точки встречи будут отличаться, иметь разные координаты. Поэтому, если разница между дистанцией, то есть, тем положением, где мы находимся, и туда, куда нам нужно приехать, чтобы встать на пути второго муравья, если расстояние будет небольшое, мы не будем перемещаться, мы дождемся в этой точке, чтобы не тратить батарею. Итак, сейчас все это реализуем. Ну, естественно, если муравьев несколько, мы в первую очередь будем искать ближайшего и стрелять. Только после этого искать, а нужно ли вообще менять положение. Запишем дистанцию, вот эту, чтобы в дальнейшем ее использовать 25 метров. И также, чтобы было с чем сравнивать, создадим корабль. Переменную корабль. И, естественно, нам понадобится точка, которая будет находиться на пути. и сразу подготовим почву для того, что у нас эта программа будет находиться в разных ботах, поэтому сразу же проверим, кто это у нас. Если категория нашего бота это стрелок, то тогда мы будем выполнять следующее действие. Если же это у нас получается хватающий, то здесь нам нужно будет ждать. Но эту часть мы пока заполнять не будем. Наша задача сейчас прописать именно этот алгоритм. Итак, до какой поры нам нужно будет это делать? Мы знаем, что у нас остается всего 6 муравьев, поэтому мы сейчас создадим массив, но хранить нам его не обязательно. Нам достаточно будет посчитать, сколько же в этой массиве находится муравьев. Создаем массив и с помощью функции size.off мы узнаем, сколько же их находится в массиве. Если их не 6, есть, то мы будем делать, выполнять этот алгоритм. Этот же бот, соответственно, можно, в принципе, сюда перенести. Он у нас будет просто ждать. В целях безопасности мы не будем его трогать. После этого он начнет строить базу, когда наш бот все уже закончен. он после уничтожения последнего муравья будет находиться в определенной точке. В принципе, он уже не будет нам мешать, поэтому прописывать ему то, что будет после цикла, нет смысла. Поэтому находим ближайшего муравья. Так, не радар, а сёрдж. находим ближайшего муравья к нашему кораблю, то есть к позиции нашего корабля. И, в принципе, никаких уточняющих параметров больше здесь не нужно. А теперь высчитываем через пропорцию позицию х и у. То есть, если взять пропорцию, в которой у нас расстояние и, допустим, координата по иксу до муравья. И нам нужно расстояние в радиусе 25 метров найти точку также по иксу через косинус. Второй вариант будет через синус, но, в принципе, это нужно для углов. Нам хватит и просто позиции. Так. Позиция по иксу минус шип. Несмотря на то, что корабль находится в данной миссии в нуле и можно в принципе вообще это не использовать, я лучше это промежу на будущее. Кто знает, как нам это понадобится в дальнейшем. Таким образом, программа будет более гибкая. умножаем умножаем на расстояние. На знаменателе у нас будет здесь 2D item.position ship.position ship.position И забавно, что здесь очень важный момент расстояние, когда мы будем мерить. Делать это нужно будет тоже через distance 2D, потому что координату z мы не вычисляем. В этом просто нет необходимости. Так, здесь все просто меняем на y. точно такая же пропорция. Во-первых, сразу же проверим, а находится ли у нас муравей уже на прицеле. Ну, не на прицеле, а на необходимом расстоянии для выстрела. Может, можно уже стрелять. Так, возьмем 45. Этого достаточно, потому что он все равно будет ползти нам навстречу и уже успеет доползти. Если это так, то мы поворачиваемся в его направлении и заодно целимся по вертикали. Это необходимо. то есть высчитываем угол, на который нам нужно будет это сделать. Так, арктангенс сразу же вот это закроем, чтобы не перепутать. Здесь очень много разных параметров. Так, position по z высоту мы вычисляем this position .z Так, дальше это у нас как бы не перепутать. Мы это делим. Вот так получается делим на дистанцию, на расстояние и очередные скобки. Вот здесь item . position здесь .position вот так. То есть высота это у нас получается катет и вот эта длина тоже второй катет. Получаем вычисляем таким образом угол, на который нам нужно будет это сделать. так, типа операндов не совместим и здесь скорее всего просто скобки забыли вас закрыть. То же самое и здесь. Так, все, компиляция. иначе здесь ошибок нет. После того, как мы прицелились, стреляем. Нужно экономить батарею и в комментариях мне советуют вставить вот это значение, но при тестировании оно иногда не срабатывало. Даже вот это иногда не стреляло. Поэтому я подстрахуюсь, этого будет более чем достаточно для данной миссии. После этого ждем, чтобы мы постоянно не стреляли. Все, эта часть сделана. Теперь нам нужно проверить, если муравья у нас рядом нет, мы должны занять позицию. Но если эта позиция находится недалеко от нас, мы останемся на нужном месте. Поэтому если distance вот здесь очень важно использовать 2D, потому что координаты Z у нас нет. Это значит, что он может выбрать любую и расстояние может показаться гигантским. Просто она может быть над нами на огромной высоте или под нами на огромной высоте и расстояние будет больше тех же 25 метров и он будет все время имитаться по карте. Поэтому здесь очень важно это сделать. Так, наша позиция и рассчитанная позиция. То есть имеет ли смысл нам перемещаться. Если она больше, давайте примерно 15 сделаем, то тогда немного обзову по-другому. Так, проще писать, потому что GoTo превратить вот в это достаточно просто. R GoTo я переименую. Так, Point POS Естественно включаем R Mode просто восстанавливаем ее PIN R равен GoTo Boss и до тех пор здесь я использую стандартный вариант с прошлого уровня я не буду использовать передвижение вперед, потому что здесь это не нужно. То есть это было сделано сугубо для того уровня. то соответственно R будет равен также GoTo Boss компиляция и в принципе все. Посмотрим, что получилось. Так, те у нас первые идут. Так, сохраним это пока M52 Так, первый поражен, вот этот второй находится рядом, поэтому мы не меняем положение, а ждем его. Не тратим энергию, то есть поворачиваемся только в момент, когда он уже достаточно близко. Ну, соответственно нам не придется делать дополнительные корректировки. так, этот у нас следующий. Главное, чтобы они совсем массово не нападали. Есть вероятность, что нас могут и побить, я бы так лучше снаружи, наверное, сделать, посмотреть. А если они будут нападать именно со всех сторон одновременно сразу же, то эта программа нам все-таки не поможет. Так, вот этот очень похож на гуляющего, он уже отходит, но мы все еще его высчитываем. Но если кто-то подползет ближе, все, вот эти подползли ближе, мы пошли в направлении. Так, отлично. Видимо, там кто-то еще ползет. Ага, вот эти двое. Трое. есть. Так. А, этот слишком далеко, он все-таки поменял позицию. Так, сильно нас потрепали? Нет, не сильно, в принципе, с этим даже можно жить. Так, кто следующий? Естественно, на тех, кто просто гуляет, он тоже может случайно зацепить, но не выстрелом, а в плане того, что он может туда приехать и понять, что в этот момент тот же другой подползает, а тот убегает и снова поменяет свою позицию. Так, ну иногда, конечно, выстрел еще неровно, то есть он в этот момент спускается, а мы уже прицелились в другую точку. Так, вот здесь, по-моему, гуляющий товарищ. Да, вот он к этому сейчас пришел, но он у нас гуляет, поэтому иногда мы периодически будем на него агриться. Нет, куда? А, я думал, он опять к этому пошел. Нет, здесь у нас действительно уже нападают. Причем ситуация такая себе. Ну, человек-то не умрет, и этот, в принципе, тоже переживет пару выстрелов. Но у нас может остаться очень мало всего. Стреляй уже в него. М-да. В общем, печаль, п-да. Что можно сказать? Сама идея достаточно неплохая Это к тому же был один из последних муравьев То есть по сути он должен был изначально зацепить того Но некоторые муравьи пошли ближе Подошли в этот момент и получилось его разделить Если бы он уничтожил его изначально А потом ушел к предыдущему Который был предпоследним Соответственно такой проблемы бы не было Поэтому в данном случае нужно будет поменять вот это То есть он пока не дойдет до точки он не будет целиться А это нужно будет исключить Поэтому данную фишку мы заменим По перемещению к точке через моторы С постоянным поиском противника То есть в данном случае он будет обороняться в ходе езды Соответственно это придется писать отдельную функцию Которая это будет делать К тому же в нее придется прописывать другие объекты Которые стоит также объехать Можно даже въезжать наверное сам корабль Чтоб мы вообще через вот эти объекты не использовали Но там слишком большое расстояние Поэтому наверное не имеет смысла этого делать Лучше поставить эти объекты С которыми мы можем сполкнуть Чтоб мы их просто объезжали То есть небольшой радиус Иначе у нас будут слишком большие расстояния для проезда И мы можем потратить всю энергию Поэтому движение будет сделано на моторах Единственное мы повернемся сразу А потом на моторах будем ехать в ту сторону Но это будет уже в следующей серии А на этом я прощаюсь На этом фейле Всем пока Жду Комментарии от вас И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok